Пересечение улиц Ленина и Георгиевского проспекта. Отсюда свой маршрут начинает 21 автобус. Ходит он с 27 апреля по выходным дням, с утра до полудня. Заказчиком, как рассказали в городском автобусном парке, выступил исполком, который таким образом отреагировал на обращения граждан. Теперь городской пассажироперевозчик в течение месяца будет рассчитывать, насколько новый маршрут целесообразен. Изучим пассажиропоток. Значит, выгоден этот маршрут, не выгоден. Ездят люди, не ездят на нем, пользуются нашими услугами или нет. Или все-таки там покрывают маршрутное такси. От Дзержинского по Пушкино, Гоголя, Крылова и разворот в конце Георгиевского проспекта. Маршрут охватывает наиболее обделенные вниманием городских пассажироперевозчиков улиц. Например, по Гоголя ходили только 14 номера, по Крылово – 7 и 12. Новый рейс по задумке автобусного парка может стать популярным среди жителей этих микрорайонов. Но, как выяснила наша съемочная группа в субботу, пока о новшестве еще не все знают. За вот эти пять кругов, ну, человек 20-25 я перевез. Продал наличными три билета, ну, с проездными нашими автобусными ехали. С утра было чуть-чуть больше, сейчас вообще вот я оттуда приехал пустой. Вообще, по словам начальника службы перевозок, сегодняшние 44 городских маршрута удовлетворяют потребности большинства бобручан. Тем не менее, некоторые рейсы из-за застройки новых микрорайонов требуют от городского перевозчика их пересмотра. Стараемся, вот в последнее время по обращению граждан и нашего заказчика горосполкома продлили маршрут номер 25, это к новому магазину «Светохор». Значит, пользуясь случаем, хочу сказать, что автобусный парк с 20 апреля возобновил перевозки международные в город Москву. Возвращаясь к 21 автобусу, наш собеседник отметил, что если по итогам месяца рейс не будет окупаться, то официальный запуск не состоится, и обратившимся гражданам в горосполком будет дан подробный ответ по этому решению. Евгений Юшковский, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360.